Уважаемые гости, компания CoderLine приветствует вас. Наша встреча сегодня посвящена блоку производства в конфигурации 1S ERP. И вы видите на экране наши контактные данные, телефоны, электронную почту, телеграм-каналы. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Гардышева Галина. И вы видите адрес нашего сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобным время проведения или, например, вы не смогли досмотреть до конца, то вы можете вернуться немного позже на сайт и посмотреть. Мы выкладываем записи вебинаров. Может быть, вас еще какие-то материалы другие заинтересуют. Мы будем рады оказать вам любую возможную помощь и приглашаем к сотрудничеству. Итак, программа нашего сегодняшнего вебинара достаточно обширная и мы, к сожалению, многие вещи будем очень сжато рассказывать. Но, тем не менее, программа у нас будет построена сегодня таким образом. Мы будем нормативно, если можно так сказать, информацию смотреть на слайдиках, а потом переключаться на демо-версию программы. Сейчас я это сделаю. Переключусь. Вот у нас демо-версия конфигурации 1S ERP и некоторые моменты мы будем смотреть на этой конфигурации. Итак, перейдем уже, так сказать, к теории. В 1S ERP мы будем с вами рассматривать на примере 2.5 один из самых последних релизов. Как мы можем посмотреть релиз? На всякий случай я напомню. Переходим на конфигурацию. И вот по вот этой пиктограммке, то, что вы сейчас видите, вызываем пункт в меню о программе и смотрим, какая у нас версия платформы и какая у нас конфигурация. 2, 15, 103. Это одна из самых последних. Поэтому, соответственно, мы уверены, что как бы у нас здесь все в порядке, все регламентированные отчеты есть и все как бы на данный момент доработанные механизмы тоже присутствуют. После того, как проверили, все ли соответствует, последний релиз, все хорошо, переходим обратно на наши слайдики и поговорим вот о чем. То есть, соответственно, конфигурация ERP сделана на базе ОПП, но очень расширен производственный блок. Поэтому про производственный блок здесь можно говорить долгое с упоением. На самом деле мы можем работать как с крупными, например, производствами, когда мы по заказам ведем формирование производства, так и небольшие производственные предприятия, где можно работать без заказов. И та, и другая методика применимы, имеет, конечно, свои особенности. То есть, мы можем как составлять ресурсные спецификации, если мы выпускаем, например, какую-то продукцию, ну, плановую, постоянную. Можем использовать параметрические показатели. Ну, немножко поговорим подробнее про процесс организации работы с сертификациями. И поговорим о том, как работают с заказами и без заказами на производство. Ну, и, собственно, основной момент, как мы будем учитывать наше производство. То есть, мы можем установить плановую цену, можем установить какую-то другую, можем задать виды цен, то есть, затронем установку цен на работу с ценами. И потом бы говорим еще про выпуск продукции, про дополнительные сервисы, отчеты. Ну, там уже насколько успеем. На самом деле, производственный учет в ERP, в общем-то, это, ну, казалось бы, абсолютно документы, которые не подлежат изменениям. Но, тем не менее, тоже изменения были и были очень серьезные. Казалось бы, ну, документы требования наукладные существуют, сколько мы, наверное, без этого имеем. Документы перемещения, документы передачи в производство и документы выпуска готовой продукции. Казалось бы, что тут менять? Ну, на самом деле, и сюда как бы добрались очень удобные сервисы, и мы про них поговорим немного поздно. То есть, в принципе, ERP-система позволяет использовать блок производства как для больших, я уже говорила, серийных выпусков, так и для маленьких, то есть, без заказов. Ну, удобнее всего, конечно, использовать с заказом, когда создается заказ, на основании заказа рассчитывается потребность, передача в эксплуатацию и так далее. И можно, если у вас какие-то, допустим, некрупные партии, разовые заказы и так далее, не создавать отдельный заказ. В этом случае упрощенный вариант, то есть, регистрация выпуска без заказа, это упрощенный вариант введения учета. А вот формирование заказов на производство, здесь, как говорится, есть и развернуться, потому что выполнение создания доказов на производство у нас позволяет вести планирование, у нас позволяет рассчитывать потребности, то есть, создавать очень много дополнительных отчетов, проводить диспетчирование. Ну, то есть, здесь душа развернулась и может не сворачиваться. Вы видите, ну, как бы основные, основные параметры, то, что позволяет работать, то, что позволяет работать с заказом на производство, ну, и без заказа. Здесь только, к сожалению, ну, очень сильно упрощенный вариант. Заказы на производство, то есть, когда мы используем работу производственного блока, лучше всего делать несколько этапов, потому что этот блок производственный, так же, как и многие другие в ERP, требует дополнительной активизации некоторых функций. И, соответственно, если делить, так сказать, на работу по этапам, то первый этап – это активация производственного блока и активация его определенных функций. Сейчас мы с вами посмотрим на демобазе. То есть, у нас раздел НСИИ и администрирование, нормативно-справочная информация и администрирование отвечают за первоначальные, если можно так сказать, грубые настройки. То есть, активация каких-то блоков или наоборот. Вот. И поэтому начинаем мы всегда с этого. И здесь нас будут интересовать определенные параметры производства. Переходим на PMA-версию и смотрим с вами НСИИ и администрирование. Производство. Вот оно у нас. Это в разделе «Настройки НСИИ». И теперь вот самая основная задача, когда мы работаем с этим блоком, это внимательно читать то, что здесь и есть, и ставить флажок. То есть, соответственно, ставить вот этот флажок зелененький, который у меня здесь так красиво стоит, называется «Чекбокс». И отметить «Чекбоксами» те разделы, которые нам необходимо отражать в учете, что мы хотим видеть в программе. Ну, соответственно, вот у меня стоит производство на стороне. Обратите внимание, ну, сейчас уже версия 2.5 используется давно, уже многие к ней привыкли и забыли, что такое 2.4. Но, тем не менее, в 2.4 от 2.5 были достаточно существенные различия. И напоминания про это сохранились вот в таком формате. Мы поставили, что у нас производство на стороне. То есть, то, что мы работаем это вальческим сырьем. А теперь мы посмотрим, что мы можем выбрать из дальнейших настроек. Я напомню, что поскольку мы будем с вами смотреть работу с заказами, то, соответственно, я проставила заранее чекбоксы на создание заказов, на производственные затраты, то есть блок производства. Мы внимательно читаем и читаем подсказки, используем их и проверяем, все или нет. Обращаю ваше внимание вот на что. Ну, валюта расценок – это чаще всего рубль, поэтому я его по умолчанию выбираю. И это после того, как вы установили валюту, уже менять нежелательно. Нет, я не буду изощряться. Так, то есть я устанавливаю плановые виды учета в производстве. Плановая калькуляция при выпуске продукции. И вот вы видите, какие флажки я поставила. Но, естественно, ваши флажки будут, может быть, от моих отличаться, потому что у вас будет другая ситуация, другие реалии. И еще у нас в блоке производства, вот оно у нас, еще раз. Самый основной, конечно, флажок, что мы используем производство. То есть идем в производственную деятельность. Обратите внимание, здесь не указано, в отличие от прошлых, ну, разных версий, с использованием, без использования с рокового счета. Это указывается в другом месте. Использовать аналоги материалов лучше проставить здесь флажок, потому что аналоги, если мы используем возможность создавать аналоги, то это очень удобно и позволяет вовремя переключиться на аналоги, если вдруг возникают какие-то, как, ну, мы знаем, санкции, или там еще какие-то катаклизмы, то в этом случае аналоги очень сильно выручают. Использовать наборы в производстве. Ну, это гораздо более такая редко встречающаяся функция. И ставить или нет здесь флажок, это, ну, конечно, на ваш выбор. Я не ставила, потому что в этом случае мы должны будем с вами рассмотреть еще возможность использования наборов. У нас, к сожалению, на это не будет времени. А вот использовать параметры назначения сертификации нам необходимо. Поэтому я поставила отметочку в этом пункте. И обратите внимание, если я по этой гиперссылке проваливаюсь, то у меня дополнительные настройки открываются. То есть я должна задать параметры подразделений. Ну, мы пока запомним, что флажок поставили, что у нас возможность использовать параметрические значения есть. И пойдем дальше. И вот мы с вами подошли к моменту заказа на производстве. То есть активируем мы это или нет. Ну, если у нас статическая, то есть структура определяется документами этап производства. В этом случае у нас, соответственно, автоматически не перенастраивается. Или динамически. В этом случае у нас структура заказа создается и перестраивается. И дальше мы выбираем с вами без планирования графика производства. Потому что если мы с вами выбрали динамическую, то мы не сможем планировать график производства. И контроль при закрытии заказов на производство. Это мы устанавливаем с вами запрет закрытия заказов на производство, которые выполнены не полностью. Вот это очень, ну, как бы, важная отмечка. Поэтому советую ее сразу изначально проставлять. Ну, и обособленное обеспечение у нас с вами при заказе на производство. Если мы делаем заказ, то, ну, во-первых, мы выбираем, в данном случае мы выбрали по назначению продукции. А также здесь может быть по направлению деятельности или по совершенно конкретному заказу. Но это в любом случае вы выбираете так, как в вашем производственном процессе назначено. Я оставлю пока по назначению продукции. И, значит, при заказе в кладовую мы выбираем с вами по назначению покупателя. Но если вы ведете в разрезе направлений деятельности, то, соответственно, в этом случае вы выберете по назначению деятельности. Обратите внимание, по назначению деятельности, если вы ведете аналитику, то здесь вот очень удобно реализован механизм. Проверяем, что мы проставили за флажки в меню операции. То есть мы используем виды технологических операций, мы используем контроль ОТК, то есть возможность проверки ОТК. Ну, конечно, если у вас небольшое производственное подразделение и простые операции, то, возможно, вот такого у вас нет, тогда вы не будете проставлять эту отметочку. Контроль завершения операции при завершении этапа. Когда многоэтапное производство, вот этот флажок обязательно, желательно ставить. И выработка сотрудников на основании производственных операций. То есть сам по себе блок учета производства очень интересный, но требует много дополнительных настроек. И нам придется с ними, ну, хотя бы мельком познакомиться, чтобы было понятно, для чего они используются. Переработка на стороне. То есть это предполагается, что мы передаем свои материалы на переработку. То есть довальческая схема, но в этом случае довальцами выступаем мы, а не наоборот. Отмечаем, ставим отметочку, что вот производство на стороне 2.4. Я у себя пометочку оставила, но если вы используете последнюю версию, то вам уже вот здесь вот это не нужно, потому что мы используем уже 2.5. Вот, нет, это я не стану. Соответственно, проверяете, нужно ли делать заказы переработчикам. Многие вот этот момент игнорируют, потому что это дополняет, ну, то есть делает немного более тяжеловесным документооборот, но зато позволяет улучшить планирование. Так что здесь выбираем, чем стоит пожертвовать, а чем не стоит. У переработчика, если мы передаем свои темп-цен для переработки, мы не обосабливаем, а на складе, согласно, допустим, заказов, я поставила обособление. Ну и, как я уже говорила, у нас плановые цены мы будем использовать, и поэтому здесь у меня проставлены вот такие виды цен. По ценам мы еще с вами поговорим немножко, но это уже будут более тонкие настройки, поэтому мы к ним вернемся позже. Сейчас плановые калькуляции, да, мы будем использовать, и аналитические группы, да, мы будем использовать. Вот здесь вот вопрос, и будете ли вы использовать статусы, потому что статусы документов не всегда нужны, то есть статус, например, согласован, утверждено, как у нас здесь дается, используются в больших предприятиях, когда требуется, например, согласование каких-то заказов или еще чего-то. Тогда, конечно, мы проставляем, что мы используем статусы, и, соответственно, у нас будет уже настройка грубая выполнена, и в разделе НСИ и администрирования, вот он, производственный блок, мы отсюда можем с удовольствием уходить, и после этого мы с вами должны перемещаться в блок производства, и здесь уже делается более тонкая настройка, то есть блок производства, мы с вами начинаем работать с настройки и справочников. Обратите внимание, вот производственное подразделение, то есть мы должны создать предразделение, которое у нас будет выполнять функцию производственных, ну, то есть конкретно сам, например, цех, в котором будут изготавливаться, может быть, дополнительно кладовые какие-то и так далее. И вот, ну, у меня, поскольку демоверсия сделана, из расчета показать все и похвастаться, вот какие мы умницы, то у меня есть и производственное, и административное, и торговое управление, и по плюсикам я, соответственно, могу открыть подчиненные, ну, производственные, у меня несколько видов производства и так далее. Ну, а вы создаете, во-первых, в обязательном порядке создаете производственный, производственный цех, или какое-то подразделение, называете его так, как оно у вас реально называется, но имеется в виду, которое делает производственные операции. Потом могут быть вспомогательные подразделения и так далее. И создаете систему складов, которые обслуживают производственные направления, ну, например, склад готовой продукции, кладовое производство, ну, соответственно, в соответствии с вашей орг структурой. Сейчас снова с вами вернемся к нашим слайдикам. Итак, мы с вами сходили вот сюда, то есть инсей администрированный, и настроили блок производства. После того, как мы настроили блок производства, у нас наступает выделение, этап второй, то есть выделение и обозначение производственных подразделений, и то, что я вам немножечко показала уже до этого, то есть забежала вперед, ну, соответственно, структура не надо, в общем-то, делать виртуальную структуру, потому что в большинстве своем лучше всего реальную структуру сделать в соответствии с вашим производственным процессом, чтобы можно было контролировать складки, остатки, остатки от выполнения производственных операций и так далее. Потому что, например, ну, вот, очень часто бывают случаи, когда, например, при работе с металлом, то есть металлическая арматура, детали проката, создается один склад производства, и туда принимаются материалы, которые пойдут в конкретное производство, которые пойдут для выполнения каких-то заготовок и так далее. и после этого очень сложно контролировать наличие и правильное списание и правильное расходование в производство именно вот таких материалов. Ну, соответственно, мы задаем, как я уже сказала, раздел производства, производственная структура, создаем структуру нашего производства. Когда мы настраиваем каждое конкретное подразделение, то мы задаем, как будет осуществляться выпуск продукции, по заказам или без заказов. Соответственно, от этого зависит, какие документы мы с вами сможем оформлять. Если у нас установлен признак без заказов на производство, то в этом случае мы можем оформлять документы производства без заказа. Еще раз сейчас откроем производство. Вот подраздел производства. Вот, как вы видите, внутрицеховой учет, документы производства все, и у нас с вами есть оформление производства без заказов. То есть, если мы установили признак без заказов, то у нас вот есть возможность работать с этими документами. Перемещаемся. И, соответственно, если мы установили по заказам на производство, то, соответственно, мы можем делать заказ производства и этап производства. Вот здесь начинается, в общем-то, усложнение, которое многих ставило в тупик. То есть, выполнение каждых производственных, скажем так, операций разбивается на этапы. То есть, создаются этапы производства и, соответственно, мы можем уже диспетчировать, составлять очередь и движение этих заказов, когда кому чего передается. мы можем как пошагово использовать, так и без настройки дополнительных этапов. Это когда касается, например, какой-то серийной продукции и производственный цикл короткий. То есть, выполняется какая-нибудь одна операция, не требуется создавать для нее этап. там, например, фрезерование или еще какая-то функция. Вот. И вот такая вот схемка, видите, как вот здесь представлена. Это у нас производство без заказов и, соответственно, мы можем в этом случае резервировать для каждого этапа нужное количество материалов и планировать закупку по заказам на производство. Ну, как вы понимаете, нужно, во-первых, чтобы были справочники, в которых номенклатурные элементы отражены соответствующие, то есть материалы, полуфабрикаты, какие-то производственные операции, ну, то есть в соответствии с вашей спецификой. Для производственных подразделений вы видите вот на экране перечень того, что мы должны заполнить, потому что ну, на самом деле основное, если мы задаем, например, график работы подразделений, то у нас соответственно мы сможем просчитать нагрузку на наших каких-то конкретных подразделений на сотрудников, на оборудование и можем планировать выпуск по мощности. Интервал планирования, то есть насколько мы хотим, насколько времени хотим рассматривать планирование выпуска. Как вы видите, достаточно много параметров и соответственно, сейчас мы с вами еще раз глянем, то есть мы вернулись обратно, мы вернулись в производство, настройки, справочники, производственные подразделения. Ну, возьмем, например, вот, которая у нас касается производства мебели. То есть вы видите, у нас здесь достаточно много сверху линеечка меню, то есть линеечка ссылок, куда мы можем провалиться и настроить. И вот у меня конкретно написано производственное направление, но подразделение не является производственным. Значит, я первое, что должна сделать, провалиться сюда, изменить и отметить, производит заказ, производит продукцию по заказам или без заказов, график работы, работа в какие смены и так далее. И хочу напомнить вам такой момент. Как вы знаете, у нас в этом году изменяется требование по САУД и соответственно у вас должны вот эти вот настройки корреспондировать с системой оценки рабочих мест. То есть когда мы с вами ведем настройки параметров подразделений, технологических операций и спецификаций, у нас это самый трудоемкий момент, потому что должны работать и технологи, и специалисты по охране труда, и в общем-то складские работники, то есть вести, к сожалению, применить ситуацию, когда все на свете настраивает один бухгалтер, уже не получится, потому что бухгалтер, даже если он у вас гениальный, не может, например, завести спецификации или аналоги, то есть здесь нужен специалист, который именно, например, технолог, который разбирается в составе этапов и так далее. Очень часто бывает, что, допустим, если это идет работа с материалами типа металл, разработка каких-то металлоконструкций, то сам по себе заказ делается в внешней программе, например, компас, и потом перегружается уже в ERP готовый заказ с конкретно рассчитанными потребностями металли, определенной толщины и так далее. Значит, основной график работы, то есть применяет ваше предприятие пятидневную рабочую систему, рабочую систему или по каким-то индивидуальным графикам, или работает в две смены, то есть это задается все вот тут. И, соответственно, если мы выбираем, что производство по заказам, вот если я ставлю мне сейчас не даст, к сожалению, то есть если я ставлю вот здесь отметку, то в этом случае у меня будет возможность еще отредактировать закладку производства по заказам и заполнить нужную там информацию. И настроить обособленный учет товаров, то есть обособленный учет товаров, это значит, что, например, если я веду учет по заказам, то я веду и обособление. Ну и, соответственно, либо по менеджерам, либо по подразделению. Чаще всего выбирается по подразделению, потому что по менеджерам это чаще торговые предприятия работают, производственные. И подразделение, то есть я пока оставлю настройку не ведется. И, соответственно, подразделение для контроля лимитов, если у вас такое будет, вы выбираете из той структуры, которая у вас создана. Ну вот, соответственно, как мы уже говорили, то есть, например, объединенная бухгалтерия, и в ней я там выбираю конкретное подразделение, которое занимается контролем, например, ревизионная комиссия. Закрыть. Так, это нам больше сейчас не нужно. И мы с вами посмотрели создание производственных подразделений, то есть сколько информации нам надо туда списать, чтобы программа заработала так, как надо. То есть, соответственно, в настройке ERP самая сложная из всех конфигураций, ну, типа комплексная, УПП, торговля и склад. Ну, более сложная программа это уже управление холдингом. Ну, мы отталкиваемся от того, что ERP используется для более мелких предприятий и как бы более распространена. Но, тем не менее, все равно для крупных. Следующий момент, про который нам стоит поговорить, это третий этап, когда мы определяем структуру складов и кладовых. Хочу напомнить вам такой момент здесь, что на самом деле склады это у нас в основном управленческая структура. И вот склады могут быть виртуальные, но, тем не менее, связка склад и подразделения обязательно должна присутствовать. И кладовая лучше всего все-таки создавать кладовые для производства, потому что они могут учитываться для хранения, например, инструмента или спецодежды или еще каких-то непроизводственных ТМЦ. Значит, напомню, НСИ и администрирование, склады и магазины. И посмотрим сейчас НСИ и администрирование и склады и магазины. То есть здесь создается структура наших складских помещений. Вот мы создаем склады и мы создаем допустим какие-то дополнительные цеховые кладовые. А вот здесь тоже не все так просто. На самом деле это карточка нашего складского помещения. Мы как видите здесь тоже достаточно много настроек, которые мы должны до начала работы в этом блоке сделать. Что здесь важно? Вид цен, которые мы будем использовать. Я пишу плановое, поскольку мы изначально задали такую. И бизнес-регион это если у вас есть деление по бизнес-регионам, заполняю материально ответственное лицо, причем это должно соответствовать действительности. То есть действительности в каком плане? Что у вас с этим человеком есть договор материальной ответственности, либо он один, либо у вас бригадный договор, ну и соответственно его должность, кто он такой. И дальше вот вы видите по гиперссылкам можно пройти и установить настройки. То есть вот с такими настройками лучше всего, чтобы работали несколько человек. То есть во-первых бухгалтер его так сказать епархии вот эти настройки. Прайс-лист это у нас чаще всего делают менеджеры и вот эти настройки делает уже кадровик. То есть если мы схалтурим и оставим незаполненными эти поля, то программа работать будет, конфигурация работать будет и документы будут сформированы. Но при формировании документов складского учета, то есть например требования накладные, требования на перемещение, на отпуск производства, соответственно в документах придется дописывать вот эти значения в режиме ручного редактирования. Это занимает дополнительное время и замедляет процесс работы с документами. Поэтому лучше сразу не халтурить, а сразу все заполнять. Ну и собственно говоря характеристики склада вы проставляете вот здесь вот. Да, контролируйте оперативные остатки. Обратите внимание, это немножко сейчас не то, что вы видите на экране, но снимать контроль отрицательных остатков нельзя, потому что иначе у вас будет проблема с себестоимостью, то есть вместо себестоимости вы будете видеть цену дровной майки. Поэтому не забывайте даже временное отключение контроля отрицательных остатков может привести к неисправимым ошибкам, когда будет например цепочка этапов рассчитана, рассчитана себестоимость и если там окажутся отрицательные остатки, то себестоимость рассчитана будет неправильно. А закладочка адреса и телефона помогает заполнить грузовой раздел товаро-транспортных накладных. То есть если это касается того, что вы откуда-то куда-то со склада А на склад Б формируете документ перемещения, то если вы здесь все как надо заполнили, то вам не надо морочить голову на то, чтобы вписать откуда едет автотранспорт и на какой склад прибывает и инструкции для водителя. то есть так ну, как вы видите, вот у меня, поскольку демонстрационная программа, у меня вот тут достаточно много цехов всяких сделаны и диспетчеры, ну, то есть соответственно разные сотрудники сделаны и обратите внимание, оптовый склад или розничный склад, то есть это зависит, от этого зависит вид операции, которые мы можем выполнять. Так, сейчас снова. Вот так вот. четвертый этап, это когда мы заполняем дополнительные нормативные справочники, то есть соответственно у нас не только те, которые мы с вами уже посмотрели, ну, самый как бы по значению такой наиболее информативный и наиболее важный справочник, это справочник номенклатура и справочник спецификации. В ERP существует ресурсная спецификация, которая описывает конкретный производственный процесс. Раньше были еще и маршрутные карты, которые описывали технологию производства, то есть что, зачем нужно сделать, но полтора года назад это как бы такой механизм претерпел изменения и маршрутные карты объединили с ресурсными спецификациями. Находится у нас ресурсные спецификации, то есть название самой ресурсной спецификации сделано потому, что они отражают состояние ресурсов предприятия. и находятся они у нас в раздел производства, вот выделено, это как бы рабочее место, ресурсные спецификации, то есть практически, на самом деле здесь может быть любое ваше готовое изделие, как вы видите у меня есть и металл, и дерево, и пластик, хотя у них у всех есть определенные особенности, ну вот например металл возьмем, да, то есть мы совершенно любую карточку открываем, это номенклатурная карточка данного изделия, то есть здесь у нас звучит то, что идет в печатную форму наименования, ну и надо естественно задавать его так, чтобы вам было понятно, что это такое, а вот теперь задается срок действия спецификации, которое мы можем создать без ограничения времени, а можем задать, что вот такие лестницы мы будем делать только к новому году, и например у нас действия с 1 марта по 31 декабря, ну естественно я утрирую, но тем не менее задается срок действия, и соответственно если мы задали срок действия, ничего больше делать не надо, эта спецификация у нас будет действовать, когда мы будем оформлять производство именно вот в этот указанный интервал, и обратите внимание, у нас есть плановые калькуляции и дерево спецификации, дальше разрешение на замену материалов, разрешение на замену материалов мы оформляем, если у нас ведется, например, аналоги или с аналогами проще, без аналогов сложнее, то есть мы можем оформить разрешение на замену материалов, если у нас технологический процесс это позволяет, ну например, вместо древесина дуб, мы можем выбрать древесину сосна, но при этом понимаем, что стоит, наше отделе будет по-разному, ну и соответственно задается достаточно много информации, то есть обратите внимание, задается для некоторых вещей, например, срок пролеживания, это например, для бетонных изделий срок пролеживания, то есть задается на случай, если изделию необходимо какое-то время, ну например, залили и оно должно отлежаться для того, чтобы бетон застыл, или наоборот, чтобы остыла металлоконструкция, ну то есть разные условия вашего производства. Закладочка побочный выход, если мы в результате имеем что-то, какие-то возвратные отходы, ну указываем материалы работ, которые используются для этого, трудозатраты, вот это очень важный момент, потому что мы указываем собственно те работы, которые необходимо выполнить, там фрезерная работа, сварочная работа, сколько часов, и соответственно тогда у нас уже производство этой детали или этого изделия будет учитывать конкретные ну конкретные затраты рабочего времени и соответственно себестоимость. можно задать учет по формуле, но учет по формуле мы пока не будем смотреть, потому что он требует более глубокого знания конфигурации. Сам по себе производственный процесс выглядит вот таким образом. Обратите внимание, то есть это у нас этапы, то есть первое изготовление ступеней, второе изготовление опоры и третье это сварка каркас. То есть у нас есть три этапа и соответственно может быть ситуация, когда между этапами происходит передача полуфабриката из одного подразделения в другое. то есть мы создаем вот такую картинку обычно просто добавить, выбираем что операцию или технологические процессы и добавляем сюда еще что-то дополнительное. Обратите внимание немножечко непоследовательно, но тем не менее на статус, то есть статус нашей спецификации может быть в разработке действует и закрыто. То есть когда действует на спецификации я не могу внести сюда изменения. Как вы видели сейчас у меня были неактивные поля. Для того чтобы внести какие-то изменения я должна установить статус в разработке и соответственно после этого уже вносить какие-то изменения сюда. но я должна понимать что если я вношу изменения в какую-то существующую цепочку этапов то соответственно желательно чтобы до этого спецификация не использовалась потому что я при проведении документов если у меня например эта спецификация где-то использовалась при проведении документов могу себе нарушить как бы все в расчетах. Теперь обратите внимание вот сюда на этапы то есть я называю этап так чтобы было понятно что это такое лучше всего когда этапы заполняют технологи но соответственно когда есть какая-то документация на изготовление и так далее но мы берем сейчас самый такой несложный момент то есть выбираем подразделение считаем что это собственно выбираем цех где-то будет использоваться и рабочие центры можем выбирать можем не выбирать что такое рабочие центры рабочие центры это какие-то конкретные станки оборудования может быть линии какие-то конвертные ну то есть это конкретное оборудование которое будет занято на изготовлении этого изделия и соответственно в этом случае рабочие центры тоже нужно создать так же как и подразделения то есть помещения нужно создать заранее в этом случае если мы используем рабочие центры мы можем проводить планирование по производственным мощностям то есть например посчитать сколько времени у нас будет занято на изготовление тот или иной станок та или иная например то или иное оборудование ну собственно виды рабочих центров и описание это уже когда мы создаем рабочие центры к сожалению времени у нас на то чтобы вот сейчас с вами это обсудить очень немного поэтому если мы поставили отметку использовать виды рабочих центров то они у нас должны быть заполнены и соответственно мы должны внести туда информацию и после этого задаем дополнительную информацию как соответственно ответственные подразделения ну и так далее и смотрите что у нас теперь получается мы создали ресурсную спецификацию создали этапы производства ну как вот для лестницы изготовления разных деталей задали или не задали период в течение которого действует эта спецификация и установили статус то есть у меня стоит статус действует поэтому внимать менять я в ней ничего не буду ну и соответственно у меня получаются вот здесь доступные мне отчеты если отчет об отклонениях и стоимость материалов и работ то есть у меня возникает плановая стоимость значит работа с ценами в ERP у нас организована как вы помните сейчас минуточку это нам уже не нужно мы не успеем поподробнее посмотреть к сожалению способна работа с ценами у нас организована в блоке CRM и маркетинг и соответственно мы изначально открываем этот блок и нас интересует прайс-листы то есть работа с ценами это рабочее место по составлению прайс-листов сейчас мы немножко подробнее про него поговорим но пока вернемся на наши вот так вот вернемся к нашим этапам то есть этап четвертый мы с вами рассмотрели это ресурсные спецификации и соответственно дополнительные справочники дополнительная информация которая здесь используется ну на самом деле вот мы с вами видели это уже на самой программе то есть меню производства подраздел ресурсной спецификации и здесь вот как вы видите остальная информация которую желательно внести до того как вы начали работать с ресурсной спецификацией то есть это информация про рабочие центры про замену материалов и маршрутные карты маршрутные карты как я уже сказала в последних версиях совмещены с ресурсными спецификациями и поэтому интересовать нас будут только рабочие центры разрешение на замену то есть такая вот информация и собственно говоря это вы видите слайдик ресурсной спецификации то есть то что мы с вами только что смотрели где что заполняется где статус где период действия то есть это так сказать картинка которая может быть вам поможет зрительно запомнить саму ресурсную спецификацию итак у нас с вами вопрос коснулся установки цен и в ERP существует плановая калькуляция это у нас меню блок производства и вот плановая калькуляция сейчас мы ее посмотрим на демо базе и соответственно поговорим про него подробнее производство вот плановая калькуляция нормативно справочная информация то есть обращаясь к этому подразделу хочу обратить ваше внимание что здесь у нас есть два блока куда мы вводим дополнительно какие-то настройки то есть до того как мы начали работать с этим блоком производственным у нас есть блок настройки и справочники как мы уже видели здесь производственные подразделения настраиваем так закрыли и блок допустим вот уже такие плановые калькуляции то есть где мы создаем конкретный документ но создаем его в принципе до того как начали работать с производственным блоком почему сейчас попробуем открыть уже созданный блок вот потому что мы создаем мы сделали объект калькуляции например создали какую-то ресурсную спецификацию и теперь устанавливаем плановую цену на изготавляемую продукцию то есть мы выбираем организацию выбираем вид цены и выбираем соответственно подразделение ну то есть административный так сказать блок и закладочка ресурсной спецификации мы выбираем конкретное изделие вот если я хочу посмотреть что у меня здесь спрятано то я выбираю вот эту пиктограмму и соответственно попадаю внутрь карточки значит если я переключу на вот так вот могу переключить на закладку карточек на закладку реквизиты и ну я хочу показать все тогда раскрывается состав этой карточки я уже что-то могу редактировать здесь есть одна тонкость вы в принципе с этим наверное уже сталкивались все но я хочу напомнить если я хочу здесь что-то редактировать то я нажимаю кнопочку еще и соответственно разрешить редактирование реквизитов потому что до этого я пусть я вот здесь не читаю я соглашаюсь на все что я готова все реквизиты редактировать но соответственно до того как я нажму разрешить редактирование я не смогу внести в карточку какие-либо изменения а вот после того как я нажала я уже могу и здесь то есть менять то что мне нужно и дальше что-то менять ну так сказать обратите внимание здесь есть возможность адресного хранения то есть вот блок который отвечает за адресное хранение и соответственно за регламентированный учет если это у нас ну например мы задаем какие-то проводки для ГФУ создаем ГФУ группы финансового учета для отражения провода в бухгалтерском учете потому что вот тут конкретно у меня будет вот такое как вы видите распределение то есть я могу провалиться по любой из этих ссылочек и установить нужные мне проводки если я посчитала что здесь что-то неправильно вот теперь мы здесь к сожалению долго не затяжемся то есть я установила здесь нужную мне информацию и ухожу из ресурсной спецификации ухожу вот куда ухожу в CRM и маркетинг и здесь меня будет интересовать настройки раздела настройки и справочники а почему он меня будет интересовать потому что виды цен то есть виды цен я могу устанавливать разные такие которые мне нужны и в зависимости от того какой склад оптовый или розничный то есть соответственно если у меня плановая цена то я могу задать формулу расчета и соответственно вот здесь вот я вижу где у меня используется плановая цена если например оптовая или там еще что-то может быть это VIP какие-то цены то соответственно я создаю те цены которые в ваших бизнес процессах применяются так это мы с вами закрыли и здесь ну кроме цен и скидок я могу сделать дополнительно использовать скажем так возможности работы с этим блоком мы сейчас подробно про это не будем говорить но единственное что виды цен у нас задаются здесь же и работа дальше так вот закрыть и работа с установкой цен у нас с вами происходит вот в этом подразделе вот установка цен цены прайс лист и мы в этом случае устанавливаем можем устанавливать цены на конкретные конкретные изделия и заметьте есть очень удобный механизм изменить цены в этом случае я могу например выбрать какую-то конкретную цену и нажимаю изменить то есть я могу загрузить из внешних документов например из прайсов если там мне прислали коллеги какой-то загрузить действующие рассчитать и выбрать просто изменить рассчитать вычисляемые очень удобно для этого вы должны хорошо ориентироваться в формулах расчета что где берем и на что умножаем и использовать изменить цены и вот этот изменить цену позволяет открыть вот такое окошко диалоговое и смотрите что у нас есть у нас есть возможность изменить сумму если задержите курсор то увидите такую подсказку соответственно выскакивающую изменить цену если например я хочу ко всем ценам прибавить рубль или все цены увеличить на какие-то проценты на 3% например установить цену округлить то есть хочу убрать например копейки и рассчитать по формуле в этом случае вот как я уже говорила я задаю формулу по которой я хочу ее рассчитывать ну например взяла цену которая существует на эту номенкатурную позицию и умножила ее там на 1.75 и ну так далее и в этом случае пересчитала строки документа все например и сохранила уже новую новый прайс-лист новые цены и соответственно это сильно не облегчило жизнь так в Excel я могу как выгрузить так и загрузить обратите внимание что работа с Excel очень ну продвинутая то есть вы можете и загружать из Excel любые файлики и выгружать то есть если вам прислали например какие-то цены ваши партнеры вы можете загрузить и точно так же вы можете выгрузить эти цены и соответственно ими работать так это мы сказали теперь еще раз смотрим наши слайды собственно говоря когда мы проводим документ вот мы с вами смотрели документ плановая калькуляция то есть мы заполнили все что нам необходимо и рассчитали в этом случае плановая калькуляция вот ресурсная спецификация вида цены плановая мы провести и закрыть если все в порядке то у нас появляется вот такая отметочка калькуляция рассчитана и все в порядке мы зайки но если вдруг у меня например ресурсная спецификация содержит перечень материалов на которые я поленилась и не установила свое время на цены то в этом случае мне вместо вот такой красивой надписи напишет что калькуляция не рассчитана и выдаст протокол расчета который будут указаны мои ошибки и я тогда уже должна буду зайти установить цены на тот материал который я оставила без цены и соответственно повторить этот процесс ну вот вы видите я уже тороплюсь потому что мы с вами к сожалению уже время наше закончилось ну собственно это прайс-лист который мы с вами смотрели и смотрели возможность изменять с помощью вот кнопочек формулу расчета и здесь еще вот такой момент то есть мы в ERP устанавливаем цены номенклатуры это документ который у нас в разделе CRM находится цены и прайс-листы значит установка цены номенклатуры мы можем делать сколько угодно мы можем делать на конкретную дату например мы к 8 марта хотим установить цены в половину это обычно то есть мы можем установить установку цен сделать и используя эти возможности мы можем быстро изменить эту группу к сожалению наше время уже закончилось поэтому я быстренько еще немножко скажу что успел так ну во-первых выпуск готовая продукция если мы с вами работаем без заказа то мы делаем обычный документ отчет производства за смену и выпускаем готовую продукцию ну если мы ее делали без заказа то соответственно на основании ресурсной спецификации списываем материалы если мы с вами работали с заказами то есть у нас есть несколько этапов то соответственно закрывается каждый этап и только после этого мы с вами делаем выпуск готовой продукции отчетов мы можем в этом блоке с вами очень много посмотреть то есть в разделе производства есть отчеты по производству и как вы видите анализ себестоимости вот наша плановая себестоимость это как отчет мы можем посмотреть все затраты если мы правильно ввели ресурсную спецификацию то мы можем посмотреть и трудозатраты и затраты материалов и так далее можем посмотреть у укомплектованных заказов то есть хватает ли нам материалов например на неделю чтобы произвести нужную продукцию ну как вы видите есть и внутри цеховое управление и передача материалов переработку то есть если мы работаем с удовольческим сырьем мы передаем например какие-то наши металлоизделия например в покраску шлифовку ну в какие-то другие для выполнения каких-то других материалов и в общем-то достаточно много как вы видите и управленческих и бухгалтерских отчетов ну естественно если у нас производство многоэтапное и попередельное или пополуфабрикатное то это наиболее трудный наиболее сложный вид учета и первоначальные настройки вот которые мы с вами сегодня посмотрели будут гораздо более длительные и числовесные если можно так сказать то есть им надо будет уделять дольше внимания зато потом когда вы настроили и цены и виды цен которые вы применяете и какие-то скидки на оценки то после этого уже собственно говоря основная задача сводится к тому что вы делаете заказ согласовываете заказ с руководством и практически больше вы ничего такого трудоемкого не делаете то есть на самом деле блок комфортный но требует внимания на этом у нас к сожалению время кончилось я вернулась снова к титульному листу для того чтобы показать вам наши контакты наши телеграм контакты и наш адрес нашего сайта и предложить вам сотрудничество мы будем рады оказаться вам полезными мы делаем все виды операции которые касаются семейства ДНС и будем рады оказаться вам полезными а сейчас компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное время за внимание которое вы к нам проявили всего доброго хорошего дня до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...